Все ресурсы, которые сегодня имеются в распоряжении Путина, будут задействованы для уничтожения Украины, украинцев, для продолжения своей агрессивной преступной политики. Вопрос в том, какие ресурсы остались. Вот здесь еще и важно. Я бы... Хочется, конечно, быть оптимистом, но давайте оговоримся, что здесь лучше как бы не досолить. Вот разговоры о том, что путь наканчается ракетой, очень приятно греет душу, но тем, кто сейчас находится под бомбежками, они не помогают. Ракеты, к сожалению, пока есть. Я думаю, что это не бесконечное количество, конечно. Все расчеты указывают на то, что в середине следующего года Россия, скорее всего, не сможет продолжать боевые действия такой интенсивности. Но даже если мы согласимся с такой оценкой, все равно месяцы кошмара. Потому что никаких иллюзий по поводу того, как Путин будет вести войну, ни у кого же не должно оставаться. Российская пропаганда гордится атаками на гражданскую инфраструктуру. Это вообще уникальная ситуация, потому что даже самые отмороженные террористы в мире, они, в общем, всегда стараются так стыдливо прикрывать свои действия какими-то стратегическими военными, что ли, аргументами. Да, вот метили в военную казарму, попали там в больницу. Здесь мы имеем, на самом деле, абсолютно неприкрытую, циничную демонстрацию силы и использование вот этой силы, этих технологий для полного разрушения украинской гражданской инфраструктуры. Об этом говорит телевидение путинское, просто 24 часа в сутки. Об этом говорит и сам Путин. То есть, когда я слышу там в российской пропаганде такие разговоры, сегодня, сейчас мы работаем по энергетике. То есть, никто даже не скрывает, что выиграть на поле боя нельзя, значит, надо разрушить страну. Поэтому, скорее всего, я думаю, вот этот режим работы, так называемый, как они его называют, как они изволят выражаться, будет продолжаться. Но при этом нельзя забывать, что, конечно, даже при всех издержках мобилизационной армии, понятно, что это, конечно, неподготовленные солдаты, проблемы большие с логистикой, все равно их количество, их много. И если Россия перейдет в режим уже от частичных полной мобилизации, а тому есть, в общем, немало уже, как бы, предпосылок, то, конечно, Путин попытается снова наступать. Я не знаю, будет ли это попытка наступления через Беларусь на Киев, будет ли это попытка наступления на Севере, на Харьков. Пока они продолжают наступать на Донецчине, как мы знаем. Но совершенно очевидно, что Путин не собирается идти ни на какие уступки. И его последние заявления на этой встрече, постановочной встрече с так называемыми матерями солдатскими, он еще раз продемонстрировал, что его не волнует количество граждан России, которые погибнут в этой безумной войне. То есть он будет продолжать бросать в топку войны все ресурсы, которые у него есть, как человеческие, так и матерянные. Война уже перестала быть только войной за территорией. Но эти вещи связаны. Территориальные потери для Путина означают потерю его власти и в конечном счете потерю полного влияния политического. Ну понятно, диктатор, он не уходит на пенсию. То есть для него это как конец жизни. Учитывая, как он цепляется за жизнь, то он должен цепляться за власть и, соответственно, за территорию. Каждое новое продвижение вооруженных сил Украины создает новую политическую ситуацию. Понятно, что финальным аккордом должно стать освобождение Крыма и поднятие украинского флага Севастополя. Это конец путинского режима. И Путин, мне кажется, даже Путин в его сегодняшнем, довольно, мне кажется, таком помраченном сознании понимает прекрасно, что даже момент, когда украинская армия уже войдет в Крым и начнет вот эту операцию по освобождению Крыма, уже в этот момент его власть заканчивается. Потому что любая диктатура, она же живет мифологией. Миф – важнейшая часть диктатора, его неуязвимости. Потому что диктатура не имеет реальной легитимности. Если мы посмотрим на монархию, монархия, понятно, там божественное право, традиция, династия – это одна легитимность. Мы не говорим, какая это легитимность, все понимают, на чем это стоит. Если мы говорим про демократию, это тоже процессы, институты, которые гарантируют, что власть имеет доверие людей, опять же, у нее своя легитимность. Диктатура, она требует постоянного подтверждения вот этого статуса диктатора. Скажем, вот в Советском Союзе было там Политбюро, была Коммунистическая партия, была идеология. Путинская Россия – это другая история. Это диктатура одного человека реально, это выстроенного вокруг него. И такая диктатура требует постоянного подтверждения статуса диктатора. Ну, никто же на эти выборы не обращает внимания, всем понятно, что там напишем, что захотим. Поэтому диктатура требует подтверждать, что он неуязвим, что он велик. К сожалению, это трагическая история, что много лет западные политики подыгрывали Путину. Вот мы буквально там пару дней назад интервью Меркель было, совершенно позорное интервью, я вот как раз писал в Твиттере об этом. Она просто отказывается признавать свою историческую вину за то, что происходит сегодня в Украине. Рассказывали какие-то байки, что она там подавала время Украине, чтобы перевооружиться. Все это ложь, конечно. 16 лет правительство Меркель делало все, чтобы поставить Европу в зависимости от российского газа. Выясняют, что Меркель за 16 месяцев эту проблему можно решить. За 16 месяцев. А вот 16 лет делали ровно обратно. Путин должен был нападать. Я об этом говорил много лет. Ровно потому, что диктатура иначе не работает. Когда истощается внутренняя повестка, уже врагов нет, всех пересажали, убили, выпихнули за границу. Значит, нужна внешняя агрессия. Даже была статья в Мюзвике, вышла вчера, о том, что Путин даже раздумывал про нападение на Японию. На Японию, да. Не знаю, откуда они это взяли, но опять, я даже готов в это поверить, ровно потому, что ему нужна какая-то победоносная война. Другое дело, что всегда эти победоносные войны плохо кончаются на диктатора, но мне кажется, что Украина была всегда главным объектом его вожделения. Ровно потому, что Путин никогда не скрывал. Распад Советского Союза был крупнейшей геополитической катастрофой 20 века. Владимир Путин повторял много раз. Вот почему на Западе, как проще, и в самой России, и, между прочим, в Украине, многие не верили в то, что Путин говорит это серьезно. Вот на самом деле это же большая проблема. Диктаторы, они всегда врут по поводу того, что они сделали. Путин всегда врет, говорят, что я это не делал, на самом деле он это сделал. Но очень часто диктатор рассказывает, что он собирается сделать. Гитлер в Майнкаппе описал свои планы. В 1925 году книжку выпустил в 1925 году. Никто это серьезно не воспринимал, но кем был Гитлер в 1925 году? Глава небольшой националистической партии. Никто даже не мог представиться в кошмарном стиле, что он станет через 8 лет канцлером Германии, потом фюрером и поведет нацию на смертоубийство. Но Путин-то говорил это, будучи президентом России уже. Более того, он эти слова свои постоянно подтверждал действиями. Скажем, в 2008 году была первая агрессия, уже такая открытая, против Грузии. И опять, и опять находили кучу аргументов. Но самое, конечно, позорное, это то, что случилось после аннексии Крыма. И в этот момент, когда, мне кажется, уже никаких не могло быть сомнений, уже все маски были сброшены, все карты были открыты. А на Западе, как в Америке, так и в Европе продолжала доминировать, как вот эта тенденция умиротворения. Ну да, ну взял Крым, ну хорошо, кто знает, кому он там вообще принадлежал, пища аргументов придумывалась. Вот, и мы в итоге пришли логично к тому, что мы имеем сегодня. И поэтому эта война для Путина, это война на выживание собственное. Ровно поэтому ему глубоко наплевать, сколько человек погибнет, если ему удастся хоть как-то удержаться на поверхности. Вот, поэтому я считаю, что как бы освобождение всей территории Украины, это на самом деле начало агонии, точнее уже как завершение агонии путинского фашизма.